Девушки отдыхают Благодаря суду и откровению Божьего Слова она осознает собственное лицемерие. Сняв маску и став честным человеком, она наконец-то чувствует свободу и облегчение. Девушки отдыхают 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 Я также узнала, что еще несколько человек находились в негативном состоянии и хотели сдаться, что серьезно влияло на работу. Столкнувшись с этими проблемами, я поняла, что негативно настроена. Я не могла решить ни одной практической проблемы. Как ложный работник, не выполняющий реальной работы, я не могла справиться со столь важным поручением. Продолжив в том же духе, я помешала бы работе церкви. Открылась ли ты перед братьями и сестрами в беседе об этих трудностях, чтобы вместе поискать истину? Да. Нет. В конце концов, я не выдержала и подала лидерам заявление об отставке. После отставки я стала анализировать себя. Почему я не могу открыться и побеседовать о своих проблемах и трудностях? Почему я ношу маску и не могу быть честной? Позже я прочитала один отрывок из Божьих слов и немного разобралась в себе. Давайте посмотрим видео. Отлично. Всемогущий Бог говорит. Знаете ли вы, кто такие на самом деле фарисеи? Есть ли фарисеи среди вас? Почему этих людей называют фарисеями? Как описать фарисеев? Это лицемерные, полностью фальшивые и притворяющиеся во всем люди. В чем их притворство? Они притворяются хорошими, добрыми и положительными. Они на самом деле такие? Вовсе нет. С учетом того, что они лицемеры, все, что проявляется и открывается в них, является фальшивым. Это все притворство. Это не истинное их лицо. Где кроется подлинное их обличие? Оно спрятано у них в сердце, где никто никогда его не увидит. Все внешнее – это притворство. Все это фальшивка. Однако обмануть они могут только людей. Бога им не обмануть. Если люди не стремятся к истине, если они не практикуют и не переживают на опыте Божьи слова, тогда они не могут по-настоящему понимать истину. И как бы прекрасно ни звучали их слова, это будут слова доктрины, а не слова реальности истины. Некоторые сосредотачиваются лишь на том, чтобы повторять как попугаи слова доктрины. Они, как обезьяны, подражают любому, кто произносит самые возвышенные проповеди. И в результате, спустя всего несколько лет, их способность декламировать вероучительные слова возрастает. И многие чтят таких проповедников и благоговеют перед ними, после чего те начинают маскироваться и уделяют огромное внимание тому, что говорят и делают, демонстрируя особую набожность и духовность. Эти так называемые духовные теории люди используют для самомаскировки. Куда бы они ни пошли, они говорят только об этих показных вещах, которые вписываются в человеческие представления, но при этом в них отсутствует всякая реальность истины. Проповедуя подобные теории, соответствующие человеческим представлениям и вкусам, они могут одурачить многих людей. Окружающим такие люди кажутся очень набожными и смиренными, но на самом деле это бутафория. Они кажутся терпимыми, сдержанными и любящими, но на самом деле это обман. Они говорят, что любят Бога, но на самом деле это притворство. Окружающие считают таких людей святыми, но и это на самом деле фальшивка. Где можно обнаружить по-настоящему святого человека? Человеческая святость – это абсолютная фальшивка. Всё это притворство и обман. С виду они производят впечатление верных Богу, но на самом деле они лишь играют роль перед другими. Когда же никто не смотрит, они не на йоту не верны и всё делают небрежно. На первый взгляд они всецело посвятили себя Богу, отказались от семьи и карьеры. Но что они делают в тайне? Они проводят свои собственные мероприятия и в церкви занимаются своими собственными делами, зарабатывают на церкви и тайком крадут пожертвования, маскируя это якобы работой ради Бога. Подобные люди являются современными лицемерными фарисеями. Аминь. Божьи слова очень точно раскрывают сущность фарисеев. Они всегда носили маску и обманывали других. Они совершали добрые дела для вида и обманом завоевывали уважение. Да. Тогда я пришла к выводу, что вела себя точно так же, как эти фарисеи. С тех пор, как я стала курировать работу полива, каждый раз, видя, что работа идет гладко и становится более эффективной, а лидеры и напарницы восхищаются мной, я считала, что лучше других понимаю реальность истины и неосознанно была о себе высокого мнения. Я думала, что как куратор я должна быть сильнее других и не могу быть негативно настроенной, что я должна быть примером. И что бы я ни делала, я надевала маску и вела себя скрытно. Когда у Мо Вэнь были трудности, и она спрашивала совета, я притворялась, что все понимаю, и отвечала словами доктрины, чтобы сестры думали, что я понимаю истину. Когда я не могла решить проблемы, то чувствовала себя подавленной. Но я боялась, что братья и сестры увидят мою слабость, и притворялась сильной, чем вызывало уважение напарниц, и они считали, что я обладаю более высоким духовным ростом. Чтобы создать хороший имидж и обрести статус перед братьями и сестрами, я никогда не упоминала о своей развращенности и терпела все, как бы тяжело ни было. Я старалась надевать маски и личины, использовала подходящую доктрину, чтобы обмануть их. Так я не только не решала собственные проблемы, но и препятствовала работе церкви. Я вредила другим и себе. Я просто шла по пути лицемерных фарисеев. Только тогда я по-настоящему поняла слова Бога. Жизнь обычного человека может быть безмятежной. Содержать радость и покой – это правильный путь. Стремясь стать кем-то выдающимся, вы бросаете себя на съедение волкам, прокручиваете себя через мясорубку и усложняете себе жизнь. Аминь. Божьи слова так реальны. Постоянное желание вызывать уважение у других приводит к тому, что сатана одурачивает нас. Да. Только отпустив славу и статус, стремясь быть честными, простыми и трезвомыслящими, мы можем вести себя непринужденно, чувствовать умиротворение и безопасность. Да. У меня тоже был такой опыт. Когда мы можем рассказать напарникам о наших слабостях и трудностях и не носим маску, жизнь не такая изнурительная. Да. Открываясь и беседуя, можно многое приобрести. Мы можем разобраться в проблемах, которые не понимали, быстро обнаруживать отклонения в выполнении долга и исправлять их. Да. Поразмыслив, я поняла, что моя точка зрения была ошибочной. Я считала, что открыто рассказывая о своих трудностях, я распространяю негатив и не решалась открыться. На самом деле, я не понимала, что значит открыться и что значит распространять негатив. Я путала эти понятия. Я искала соответствующие отрывки Божьего слова, чтобы есть и пить. Я прочитаю их вам. Хорошо. Давайте сначала посмотрим, как следует понимать и идентифицировать проявления негативности. Как нужно определять человеческую негативность? Какие фразы и поступки людей источают негативность? Прежде всего, исходящая от людей негативность не является положительной. Это нечто неблагоприятное, противоречащее истине. Это плод развращенного человеческого характера. Развращенный характер затрудняет воплощение истины в жизнь и подчинение Богу. И из-за этих затруднений в людях открываются негативные мысли и другие негативные явления. Такие явления возникают в контексте попыток человека практиковать истину. Эти мысли и мнения, которые влияют на людей и мешают им практиковать истину, являются абсолютно негативными. И не важно, насколько такие негативные мысли соответствуют человеческим представлениям или насколько разумно они звучат. Это не результат понимания Божьих слов, и уж тем более переживания и познания их. Напротив, они создаются человеческим разумом и совершенно не согласуются с истиной. Именно поэтому они негативны и неблагоприятны. Негативные люди хотят найти массу причин, оправдывающих их неспособность практиковать истину, добиваясь сочувствия и понимания других людей. Такое поведение в разной степени влияет на желание людей воплощать истину в жизнь, даже может не позволить другим практиковать истину. Благодаря таким последствиям и неблагоприятному воздействию, негативные явления еще с большим правом можно назвать неблагоприятными, богопротивными и абсолютно враждебными истине. Некоторые не видят сути негативности и думают, что нормально часто пребывать в негативном состоянии, что это не сильно влияет на их стремление к истине. Это не так. Негативность оказывает очень большое влияние. И если она становится слишком невыносимой, она легко может привести к предательству. Такое ужасное следствие обусловлено ничем иным, как негативностью. Как же понимать и идентифицировать проявления негативности? Попросту говоря, это значит вводить людей в заблуждение и мешать практиковать истину. Использовать ненавязчивые приемы, методы, которые кажутся нормальными для того, чтобы обманывать людей. Сбивать их с толку. Вредно ли это для них? Это, безусловно, наносит глубокий вред. Таким образом, проявление негативности есть нечто неблагоприятное, что осуждается Богом. Это самая простая трактовка проявления негативности. Разве негативность не содержит в себе ни покорности, ни удовлетворенности, обиды и негодования? Кроме того, есть и более серьезные признаки – враждебность, сопротивление и даже желание перечить. Слова, содержащие эти признаки, можно считать источающими негативность. Делиться опытом и беседовать о нем означает общаться на тему своего собственного опыта и знания Божьих слов, озвучивать каждую свою мысль, свое состояние и развращенный характер, который в тебе обнаружился, дать распознать это и решать проблему через беседы об истине. Только когда об опыте беседуют так, каждый извлекает пользу и многое получает. Это настоящая церковная жизнь. Аминь. Прочитав Божьи слова, я поняла, что распространять негатив значит, следуя своим мотивам и развращенному характеру, выражать недовольство работой церкви, превратно понимать Бога и сетовать на Него, из-за чего у других даже пропадает желание следовать за Богом и исполнять свои обязанности. Верно. Например, если кого-то подрезают и разбираются с Ним, он может спорить и жаловаться, чтобы у других возникло превратное понимание о Боге. Вот что такое распространение негатива. Да. Но открыться значит быть честным человеком. Это не просто беседы о своем опыте, практике истины. Вы должны открыто рассказывать о своей развращенности, трудностях, недостатках, притворстве и неправильных намерениях выполнении вашего долга, чтобы каждый мог их проанализировать. Именно так. Цель открытости – поиск истины для разрешения своих проблем и трудностей, избавление от развращенного характера. Это такая позитивная практика. Да. Если у вас есть трудности в выполнении долга, откройтесь напарникам, чтобы вместе искать их решения. Это не распространение негатива, это практика истины. Верно. Твоя беседа также помогает мне понять, что цели и результаты открытости и распространения негатива – различные. Это совершенно разные вещи. Угу. Ясно поняв этот аспект истины, мы узнаем, как практиковаться в будущем. Верно. Как только я поняла этот аспект истины, я открыто рассказала о своей развращенности и проблемах в выполнении долга, и мы искали истину для их решения. Постепенно мое состояние начало меняться. Я стала более эффективно исполнять долг. Слава Богу. Позже лидеры увидели, что я немного раскаялась и познала себя, и спросили, чувствую ли я, что могу продолжать курировать работу полива. Я была тронута. Я не думала, что у меня появится возможность продолжать выполнять этот долг. Да. Я дорожила Божьей милостью и была готова исполнять обязанности. Аминь. Я все увереннее становилась честным человеком, и мне уже было не так трудно открыться. Спустя время Синь Мин сказала мне, «Мне кажется, ты немного изменилась. Здорово, что ты практикуешь истину, открываясь вот так». Слава Богу. Я была очень счастлива услышать это от нее и почувствовала, что мне удалось измениться. Аминь. Но все хорошее быстро кончается, и вскоре моя проблема вернулась. Аминь. В конце одного собрания я спросила, есть ли у кого-то вопросы. Одна сестра сказала, что у нее проблемы с исполнением обязанностей, и она не знала, что делать, поэтому попросила моей помощи. В тот момент у меня не было хороших идей, и я поинтересовалась мнением присутствующих. Один брат предложил решение, все кивнули в знак согласия, и я тоже. Сестра радостно сказала, какое замечательное решение, как я до него не додумалась. Мне хотелось ответить, мне тоже не пришло это в голову. Но потом подумала, я же куратор, если я так скажу, что обо мне подумают люди. Не скажут ли они, что я решаю проблемы не так хорошо, как братья и сестры. Поэтому, желая приписать себе часть решения, предложенного братом, я дополнила его своими советами. После моей беседы сестра сказала, теперь у меня есть путь. Услышав ее слова, я почувствовала вину. Разве я не обманываю людей? Почему я снова надела маску? Позже я стала анализировать себя, ела и пила Божьи слова, касающиеся моего состояния. Я зачитаю их. Хорошо. Что это за характер, когда люди вечно представляют себя в выгодном свете, вечно приукрашивают себя, вечно притворяются, чтобы о них были высокого мнения, и не видели их изъянов и никаких недостатков? Пытаются предстать с лучшей стороны? Это заносчивость, позерство, лицемерие. Это характер сатаны. Это нечто порочное. Вот взять представителей сатанинского режима. Сколько бы они не устраивали нападок, не стравливали людей, не убивали, сообщать об этом или разоблачать никому не позволяется. Они боятся, что люди увидят их бесовское лицо и делают все возможное, чтобы его скрыть. На публике они всеми силами стараются обелить себя, говоря о том, как сильно они любят народ, какие они великие, славные и правильные. Это природа сатаны. Плутовство и обман – ярко выраженные черты сатанинской природы. А в чем же цель этого плутовства и обмана? Вводить людей в заблуждение, не давать им увидеть свою сущность и подлинное лицо, тем самым достигая цели продлить свое правление. Сатана использует всевозможные методы, чтобы обманывать людей, вводить их в заблуждение и одурачивать, создавая в их глазах ложный образ. Он даже пытается запугиванием и угрозами внушить людям благоговение и страх, а его конечная цель – заставить их подчиниться и поклоняться ему. Сатане это нравится. В этом заключается и цель его состязания с Богом по завоеванию людей. Поэтому, когда вы боретесь в обществе за статус и репутацию, ради чего вы это делаете? Неужели ради славы? Нет. На самом деле ты борешься за преимущества, которые приносит слава. Люди, которые никогда не открываются, всегда что-то скрывают, постоянно притворяются честными, добиваются высокого мнения о себе, не дают другим получить полное представление о них, заставляют всех восхищаться ими. Не глупцы ли они? Такие люди крайне глупые. Ведь правда всегда всплывает наружу. Ведя себя таким образом, они идут путем фарисеев. Находятся ли лицемеры в опасности? Бог ненавидит таких людей больше всего. Думаешь, они в безопасности? Все те, кто являются фарисеями, идут дорогой погибели. Аминь. Аминь. Размышляя над Божьим словом, я поняла, мы надеваем маски, желая самоутвердиться, заставить уважать себя, установить над людьми контроль и упрочить свое положение. А значит, идти на поводу заносчивого характера и по пути противления Богу. Да. Что касается проблемы сестры, я, конечно, не знала, как ее решить, но боялась, что, узнав об этом, другие посмотрят на меня свысока. Поэтому, надев маску, я добавляла свои идеи к чужим знаниям и выдавала их за свои, надеялась показать всем, что я проницательна и обладаю реальностью истины. С помощью обмана я пыталась завоевать всеобщее уважение, чтобы они восхищались мной и зависели от меня. Тогда я шла по пути фарисеев. Фарисеи были лицемерными обманщиками, и Бог осудил и проклял их. Божий праведный характер нельзя оскорблять. И я знала, если я не покаюсь, тоже буду наказана Богом. Суть и последствия надевания маски серьезны. Да. Вполне нормально иметь недостатки, отклонения при выполнении долга и ошибаться. Но если вы скрываете это и носите маску, чтобы завоевать восхищение других, это хитрость и обман. Это проявление злого характера, и это осуждается Богом. Верно. Когда я поняла всю серьезность проблемы, мне стало страшно. Я сразу же помолилась Богу, чтобы покаяться. Позже я прочитала один отрывок из Божьего Слова, который показал мне, как правильно относиться к повышению по службе. Давайте посмотрим видео. Отлично. Всемогущий Бог говорит. Некоторых людей Церковь выдвигает и воспитывает. И это правильно. Это хороший шанс пройти подготовку. Можно сказать, что Бог возвысил и облагодетельствовал их. Так как же следует им исполнять свой долг? Первый принцип, которого им надлежит придерживаться, это понимание истины. Когда они не понимают истину, то должны искать ее. А если в результате поиска они по-прежнему ее не поймут, то могут найти кого-то, кто действительно понимает истину, для общения и совместного поиска, что позволит решить проблему быстрее и в срок. Если ты сосредоточен только на том, чтобы уделять больше времени самостоятельному чтению Божьих слов и размышлению над ними, надеясь достичь понимания истины и решить проблему, то это слишком медленно. Как говорится, далекая вода не утолит нынешней жажды. Если ты хочешь быстро идти вперед в вопросах истины, тогда ты должен научиться работать в гармонии с другими, задавать больше вопросов и больше искать. Только тогда жизнь твоя будет расти быстро, и ты сможешь решать проблемы оперативно, безо всяких задержек в обоих этих аспектах. Поскольку тебя только что продвинули, и ты все еще проходишь испытательный срок, поскольку ты по-настоящему не понимаешь истины или не обладаешь реальностью истины, потому что тебе все еще не хватает духовного роста, не думай, что твое повышение означает, что ты обладаешь реальностью истины. Это не так. Тебя выбирают для продвижения и воспитания просто потому, что ты чувствуешь бремя долга по отношению к работе и обладаешь уровнем лидера. У тебя должно быть это чувство. Если после того, как тебя продвинули и нашли тебе применение, ты занимаешь положение лидера или работника и веришь, что обладаешь реальностью истины и что ты человек, стремящийся к истине. И если какие бы проблемы ни были у братьев и сестер, ты делаешь вид, что они тебе понятны и что ты обладаешь духовностью, то это глупый способ существования. Такое же, как у лицемерных фарисеев. Ты должен говорить и поступать правдиво. Если тебе что-то непонятно, ты можешь спросить других или искать ответы в общении с Вышним. В этом нет ничего постыдного. Даже если ты не спрашиваешь, Вышнее все равно будет знать твое истинное духовное состояние и то, что реальности истины в тебе нет. Поиск и общение. Вот чем тебе надо заниматься. Это здравомыслие, которым должна обладать нормальная человеческая природа и принцип, которого следует придерживаться лидерам и работникам. Это не должно тебя смущать. Если ты считаешь, что тебе как руководителю стыдно постоянно задавать вопросы другим людям или Вышнему или не понимать принципов, и если в результате ты притворяешься, будто понимаешь, знаешь и способен сделать работу, что тебе по плечу любой труд в церкви и тебе никто не нужен ни для общения, ни для напоминания, ты не нуждаешься ни в ком, кто обеспечивал бы и поддержал тебя, то это опасно, слишком самонадеянно и самоуверенно, да и вовсе указывает на нехватку здравого смысла. Ты даже не знаешь своей собственной меры. Разве ты не глупец? На самом деле, подобные люди не соответствуют критериям, чтобы их продвигали по службе или взращивали в Божьем доме, и рано или поздно их уволят и отсеют. Аминь. Прочитав Божьи слова, я поняла. Бог не хочет, чтобы я была мастером или всезнайкой. Он хочет, чтобы мои намерения в долге были правильными, чтобы я выполняла его всем сердцем и разумом, и какими бы ни были мои недостатки, и чтобы я больше беседовала и сотрудничала с другими. Это значит поступать разумно. Да. Но я была заносчива и невежественна, и считала, что как куратор я должна быть выше других и уметь решать все проблемы. В результате, я все время надевала маску и притворялась, что все понимаю. Я изматывала себя и мешала работе церкви. Я была такой бесстыдной, а мои взгляды были нелепы и абсурдны. То, что меня повысили до куратора, было шансом от Бога, чтобы я практиковалась. Не потому, что я понимала истину лучше всех. Это не доказывало, что я имела статус выше, чем у других. Я была такой же, как братья и сестры. Я не понимала многих истин и не была способна решить множество проблем. Я понимала лишь некоторые вопросы, но это было Божьим просвещением, а не признаком обладания реальностью. Верно. Но я совсем не знала меры. Ради сохранения репутации и статуса я только и делала, что пыталась надевать маски. Я не только не смогла войти в реальность истины, но и становилась более злой, коварной и заносчивой. Какой же я была глупой. Осознав это, я поклялась себе перестать надевать маску и обманывать себя. Я хотела стать честной и хорошо выполнять свои обязательства и долг. Аминь. Спустя несколько дней, когда мы обсуждали работу, Синь Мин сказала, что видела одного новичка, который делал большие успехи. Я тут же сказала, «Я плеваю этого новичка». Сказав это, я подумала, «Разве я не хвастаюсь? Мне нужно раскрыть себя». Но потом я подумала, «Мне будет очень неловко». Синь Мин подумает, что я неразумна и хвастаюсь своими поступками, боясь, что о них не узнают. Я поняла, что снова готова надеть маску и помолилась Богу, чтобы Он помог отречься от себя. Я набралась смелости и открылась, рассказав, что целью моих слов было возвыситься и похвастаться. Синь Мин сказала, «Мы это поняли по твоим словам. Если ты открыто рассказываешь о себе, ты сознательно практикуешь честность». Верно. Мне было стыдно, когда я услышала ее слова. Но я понимала, что если перестану надевать маску и буду открываться, то буду чувствовать защищенность и облегчение. Слава Богу! Прекрасный способ практиковаться. Это правда. Пережив все это, для меня стал очевиден один факт. В прошлом я не хотела раскрывать свою развращенность и мне хотелось носить маску. Думая, что, скрыв это от других, я смогу сохранить свой имидж. Но на самом деле, я обманывала себя и поступала очень глупо. Верно. Бог видит все. Как бы я ни притворялась, Бог видит все ясно, и рано или поздно я буду раскрыта. Угу. Кроме того, слушая Божьи слова, братья и сестры постепенно постигают истину. Они все больше способны различать типы людей и все яснее видят проявления различных черт сатанинского характера. И как бы я ни маскировалась, те, кто постиг истину, сразу же распознают это. Именно так. Сейчас я как никогда уверена, что только тот, кто стремится к истине, кто чист, открыт, честен и не имеет завышенных ожиданий, действительно является мудрым человеком, который нравится Богу и людям. И это является путем света, который указал Бог. Это правда. Слава Богу! Слава Богу!